Всем привет, меня зовут Надя Шумова, я урбанскетчер. И сегодня мы с вами будем рисовать один из моих любимых видов. Это город Выборг, город в Ленинградской области, который я очень люблю, который нам достался в наследие архитектурное от шведов. Поэтому очень такой аутентичный и довольно нетипичный городской пейзаж для Питера, которому всего лишь 300 лет. Видимо, поэтому меня туда всегда тянет. Это будет вот такая картинка. Несмотря на то, что она кажется такой сложной и многослойной, в целом с ней достаточно реально разобраться. Мы посмотрим, как рисовать разные фактуры. Здесь есть камень, здесь есть каменная кладка, здесь есть кровля-крыш, есть деревья, немножко вода, но мы не будем ее, наверное, трогать, скорее всего. Вот. То есть в целом, когда Вы видите большой красивый пейзаж, который кажется сложным, многослойным, с разными объемами, он не всегда такой страшный, каким кажется. И мы с ним попробуем разобраться по-легкому. Ну, в целом, собственно, давайте начнем. У нас с Вами явно горизонтальный пейзаж, поэтому нам понадобится горизонтальный формат. Я выбрала формат чуть больше А4, но на самом деле, как правило, я рисую в скетчбуках, на улице, в полях, на поребриках, скамейках, камнях и вообще всяких случайных поверхностях. Поэтому, конечно, для меня студийные условия, они такие немножко нетипичные. Но мы будем изображать, что мы максимально, так сказать, в пленэрных условиях. Так, ну что, давайте начинать тогда. Значит, что у нас здесь есть? Это остров с крепостью, собственно, как-то городообразующий остров, на котором находится главная крепость и башня Святого Олафа. Собственно, понятно, что это наш главный объект, главная вертикальная такая доминанта. Вот, поэтому мы будем от нее плясать. В целом, если посмотреть вот на этот сюжет, где-то примерно посередине у нас эта башня находится, может быть, чуть больше, чуть-чуть правее от центра, вот, где-то примерно так я ее и возьму. По-хорошему, конечно, каждый уважающий себя художник должен измерить всю композицию и набросать ее на листе, но я, к сожалению, так не делаю. Каждый раз доверяю своему какому-то ощущению, что так или иначе я вмещусь в лист. Вот, будем доверять этому ощущению. Я всегда начинаю сверху, с самого главного предмета. Как правило, это какая-нибудь вот башенка, как здесь. Значит, ну, примерно она у нас будет чуть правее центра. Вот, наш шпиль, допустим. Значит, дальше я анализирую всегда, на что похож купол нашей какой-то башни или какого-то угла дома. То есть смотрю, она скорее вертикальная или горизонтальная, она скорее круглая или вытянутая. Там, на что похожа ее какая-то вот боковая стеночка. В данном случае скорее вытянутая у нас эта история. Смотрим, что вот этот купол, он, в принципе, напоминает такой расплющенный круг. То есть он не треугольный никакой, какой-то вот такой, не знаю, округленький, с бачками. Так, явно не симметрично у меня получается. Значит, башня у нас, вот эта верхняя часть, тут очень интересно, нижняя часть башни, это такое ощущение, что квадрат, ну, или, по крайней мере, четырехугольник. А верхняя часть башни в основании имеет шестиугольник, и мы видим почти ровно эти три грани. Соответственно, но при этом купол башни, да, он не равен по ширине самому основанию. Он там где-то раньше заканчивается. Так, ну вот, как обычно, левая сторона у меня получилась явно точнее, а правая явно не точнее. Так, значит, так, наш шестиугольничек. Дальше все время себя как бы проверяем по, просто по какому-то общему визуальному ощущению. Конечно, когда я сижу на пленере, я использую, как обычно, вытянутую руку и наш карандаш, чтобы смотреть какие-то высоты. Ну, в данном случае тоже все достаточно удобно, но и обозрима глазу. То есть мы смотрим, что вот эта верхняя часть башни, она вот так вот, если на нее смотреть, как на плоское изображение, то это примерно квадрат. Может быть, чуть более вытянутый вертикально. Вот мы примерно так этот почти квадрат и намечаем. Так, все-таки мне не нравится это. Этот купол кривой. Так, значит, чуть-чуть попозже мы разберемся с его формой. Пока просто набросаем общую кутоку. Вот, значит, дальше шестиугольник. Соответственно, интересно, что мы частично видим вот тут, вот прямо узенькую сторону, четвертую. А это, соответственно, у нас немножко сокращается, поскольку башня перед нами не так, а немножко вот так. Ну, опять же, мы можем немного этим пренебречь, можем не пренебрегать. Почему я, скажем так, я бы, наверное, нарисовала, может быть, даже все три грани симметрично, но у нас тут есть вот эта вот стена боковая нижней части башни, которую я все-таки хочу показать. Поэтому придется нам все-таки и этот разворот верхней части показать. Да? Получается? Нет, не очень. Смотрим, что вот эти две стороны, они примерно равны по ширине, а вот эта вот такая сокращенненькая. Давайте ее немножко сократим. Соответственно, центр вот этой стороны тоже будет смещен от центра башни. Надо просто это понять. Так, здесь тоже какая-то будет тоненькая полосочка, просто ее обозначим. Дальше. Смотрим, что у нас есть нижняя часть башни, и она тоже примерно по высоте равна вот этой верхней части. Ну, примерно, да? То есть нам главное, чтобы у нас не было вообще каких-то глобальных перекосов по пропорциям. Так, зачем следим? По крайней мере, зачем я должна следить? Это за тем, чтобы у нас наши вертикальные линии никуда не искажались, потому что горизонтальные они, конечно, там уходят в перспективу, вертикальные никогда ни в какую перспективу не уходят, если мы не рисуем, конечно, каком-нибудь небоскреб. Так, все. Примерно обозначили. Вот эту нашу верхнюю часть, вот эту нашу нижнюю часть. Даже, наверное, она, пожалуй, чуть подлиннее. Дальше смотрим, перед башней идет такой дом какой-то. Смотрим, как его рисовать. Мы тоже сразу воспринимаем это изображение как плоское, чтобы не путаться, что где там, на каком расстоянии находится. Значит, что я вижу? Я вижу, что начало крыши вот этого дома, оно, ну, так, примерно чуть поуже, чем вот эта сторона, допустим, да, если мы ее возьмем за какой-то ориентир. Начинается она тоже где-то чуть правее вот этой грани, вот где-то тут, где-то тут. Ну, вот как-то, вот как-то так. Значит, и проводим ее куда-то неопределенно вправо. Так. Здесь идет ширина крыши тоже примерно такая же, как вот это расстояние от середины нашей башни до самой крыши. Ну, где-то тоже так, да. И поскольку она идет чуть-чуть со скатом, чуть-чуть под углом, и тоже куда-то пока уводим вправо, чуть попозже мы с этим разберемся. Так. И здесь у нас башня ведет себя вот так, наверное. Да, где-то так. Ну, в принципе, здесь вообще почти вертикаль, вот где-то так почти эту вертикаль и рисуем. Вниз, да. Так, еще раз сверяемся здесь примерно на сердце, здесь примерно так. Значит, и здесь у нас начинается еще одна построечка, которая идет ниже по склону этого острова. Тоже просто пока вот так немножко обозначим. Дальше. Смотрим, что у нас с этим домом. Значит, он у нас идет чуть-чуть за пределы башни. Чуть-чуть вот. И здесь начинается новая его как бы часть, которая немножко выступает относительно вот этой. где-то она наступает примерно почти сразу после того, как заканчивается верхняя часть башни. То есть мы все время как бы вот смотрим, как сканворд разгадываем, да. То есть цепляем одно за другое. Значит, вот у нас башня закончилась, где-то здесь начинается этот дом. Отлично. Где-то здесь мы его и начинаем. Так. И он длится где-то, не знаю, еще на две вот такие ширины, как здесь. Ну, тоже где-то так примерно и очерчиваю. Да? Наверное, да. То есть еще раз сверяем. Значит, этот край идет почти вровень с этой гранью. Заканчивается он почти сразу же за башней. И здесь еще раз, два, примерно две вот такие ширины идет длина этого дома. Все. Обозначили где-то это завершение. Так. Дальше. Здесь идет вот эта милая башенка. Так, ну, примерно, кстати, высоту бы надо хорошо бы сразу обозначить. Опять же, я представляю, что этот дом прямоугольник такой готовый. Все, я абстрагируюсь от рельефа, от деревьев, от всего, что сверху, снизу. Смотрю на этот прямоугольник. Пытаюсь как бы понять, каков он, то есть он вытянутый или близок к квадрату, да. И я понимаю, что он похож на два сложенных квадратика. То есть, ну, вот так вот я прямо ощущаю, да, что вот если его разделить пополам, то это будут два таких почти квадрата. Ну, соответственно, где-то вот такой высоты я и намечаю этот дом. Но опять же, намечаю. То есть мы его, если мы поймем, что что-то идет не так, мы его подкорректируем. Так, и теперь эта башенка. Она достаточно узкая, да, она, ну, однозначно уже, чем основная. При этом она явно шире, чем одна грань нашей основной башни. Ну, где-то... Где-то, где-то... Кстати, да, она где-то, наверное, в половину нашей основной башни. Вот где-то вот на такую... На такую... На такую ширину ее и возьмем. Она чуть выше, чем вот эта часть между кровлей и самим домом, да, вот где-то тут вот. Ну, вот где-то тут и берем там, на щепоточку. То есть, опять же, мы можем постоянно сверяться с натурой. Ну, на самом деле, так и надо делать. Но я, видимо, как человек, у которого там то дождь сейчас пойдет, то солнце уйдет, то еще что-нибудь, то я замерзну, то мимо какие-то прохожие ходят. То есть, я, в общем-то, рисую просто по каким-то своим ощущениям, да, ну, и плюс по какому-то, может быть, надеюсь, натренированному глазомеру. То есть, я вот примерно прикидываю, да, главное, чтобы у меня не было, когда я смотрю на картинку, диссонанса, на картинку, которая у меня получается на бумаге, чтобы у меня не было диссонанса с действительностью, что, допустим, объект какой-то вытянутый, а я его, допустим, нарисовала каким-то, не знаю, пухленьким. Так, значит, вот у нас что-то такое вырисовалось. Похоже? Похоже. Нормально. Все время как бы так рефлексируем. Похоже ли это на действительность, да, не начинается ли какое-то там такое именно вопиющее искажение. Так, значит, вот построили. Дальше. И здесь у нас идет боковая стена этого дома. Опять же, как рисовать какие-то вот эти перспективные искажения. Я так вот примерно могу приложить карандаш и понять, что это вот примерно такой угол. Можно даже примерно прикинуть, что он там ну больше 30 и меньше 45. Вот. Либо можно представлять себе такой воображаемый циферблат. И, допустим, ну уж как бы время там мы четко по стрелкам можем воспринимать. То есть, если я ставлю карандаш так, то, ну это примерно 10 часов, да. Ну вот где-то вот на 10 часов так вот и ведем. Так, значит, и смотрим, что эта стеночка идет через какое-то расстояние от начала этой микробашни. Давайте возьму побольше по рисуночку. О! Вот. То есть смотрим, что вот примерно начинается она чуть ниже, чем здесь заканчивается кровля. Вот у нас заканчивается кровля, да. Вот здесь, значит, у нас вот эти наши 10 часов прекрасно. Вот. Раз. Все, остановились. И здесь у нас пошло какое-то там дерево. Так, чуть-чуть его обозначили. Так. По-моему. Да, немножко наврала уже. Пока тут увлеченно рассказывала про 10 часов. Это нормально. Мы же на пленэре. Так. Значит, кровля у нас идет вот так вот. Теперь, значит, что я здесь вижу? Здесь я вижу явно какое-то искажение плоскости. То есть у нас крыша идет вот так, а потом явно идет вот так. Но, честно говоря, я это конкретно сейчас видеть не хочу. Вот так вот. И вам разрешаю не видеть, потому что, ну, это как-то, скажем так, отсюда не совсем видно, что там происходит, а пытаться изображать то, что ты не совсем понимаешь, я не вижу смысла. Главное, что вот она куда-то тут вот ушла, да, и исчезла. Все там. Дальше неразборчиво. Так, значит, ну ладно, где-то здесь у нас вот эта стеночка, да, надо чуть-чуть ее оставить, она там красиво солнышком освещена. И, значит, здесь какое-то такое дерево будет. Тоже пока его обозначим, потому что деревья, чем хороши, что... Нет, ладно, возьму снова маленький формат. Деревья, чем хороши, что они все-таки достаточно... у них такая подвижная форма, и мы можем ее крутить как хотим. Так, значит, итак, деревья. Примерно у нас здесь два дерева, ну или, по крайней мере, два массива каких-то. Смотрим, одно дерево идет, ну, примерно посередине, может быть, с небольшим смещением и чуть-чуть закрывая кровлю. Давайте оставим побольше кровли, она красивая, и поменьше дерева. И вот здесь вот оно так почти примыкает к башне. Так, высота, кстати, башни. Высота башни, высота башни. Ну ладно, сейчас вот с этой кровлей. Ой, тьфу, кроной. Здесь дерево, вот это, оно почти примыкает к кровле, но здесь остается небольшой кусок, ну вот так вот. И как раз оно примыкает в том месте, где вот заканчивается вот эта передняя часть дома, где-то так вот. И здесь оно вот как-то так вот. Норм. Дальше, смотрим высоту этой башенки. Здесь где-то этот дом у нас закончился. Смотрим так примерно, примерно. А, мы же запомнили, что это два квадратика. Вот он точно, вот так вот. И башня где-то здесь, потому что она так немножко карабкается по склону. Да. И дальше склон дерева, мужик в пиджаке. и склон уходит как-то вот сюда, и здесь уже остров. Гранитный идет. Здесь полянка, здесь гранит. Так. Здесь как-то крона идет. Как-то так. Дальше, значит, ты можно немножко наметить вот эту вот линию рельефа. Здесь на самом деле вот эта граница между зеленью и какой-то такой жухлой травой, наверное, не знаю, какой-то соломенной частью, может там песок, я уже плохо помню. Вот здесь вот идет такая дорожка, по которой идут люди, поднимаются отсюда, с набережной и идут вот куда-то туда. Чуть-чуть можно наметить эту линию. Значит, где-то вот здесь вот под первым деревом она так немножко идет вниз, потом как бы так немножко вверх. Вспоминаем про вот эту маленькую пристроечку. Она у нас идет немножко зацепляя вот этот вот этот край этого дома. Вот он как раз все верно. Здесь у нас такая тоже маленькая башня этой стены. Да, тут уже какая-то сверху навершия какое-то. Смотрим, что вот эта башенка, она, опять же, если так провести такую горизонталь, то она ниже, чем вот эта. Ну, вот примерно так вот тоже по ощущениям где-то так и сделали. Вот, отлично. Здесь у нас опять идет дерево. Смотрим. А, кстати, тоже хороший ориентир. Значит, смотрите, здесь у нас башня, ну, на нашей основной башне Олафа. Примерно в середине нижней части заканчивается побелка кирпича. Ну, мне кажется, что здесь какой-то кирпич, видимо, сверху, а здесь идет каменная кладка. И вот эта граница идет примерно посередине нижней части, вот где-то видимой для нас, да, вот мы где-то вот тут вот ее и обозначаем, но при этом ниже кровли. Ну, и вот как-то так. И как-то оно так неровно. И опять же, хорошо бы даже эту неровность немножко культивировать, то есть я прям так осознанно ее более исказила. Дальше, значит, здесь у нас идет, продолжаем нашу какую-то такую рельефную часть, да, здесь у нас идет опять дерево, крона, и она идет по высоте чуть выше, чем вот эта граница этой каменной кладки. Ну, вот так вот примерно и обозначили этот массив. То есть в этом плане деревья для нас такой тут благодатный материал, потому что мы какую хотим форму, такую и мы задаем. Тем более, они, это уже, мне кажется, какая-то середина лета, они такие достаточно густые, не надо тут мучиться с ветками, не надо там соображать, какую придать форму. Так, дальше, здесь у нас на переднем плане смотрим, чтобы не не исказить. дерево у нас видно примерно на такую же часть, как вот это вот кусочек стены, да, ну вот как-то так вот, и здесь у нас начинается ива. Ива, к сожалению, посложнее, чем остальные деревья, но мы как-то вот ее так, ну, что-то похоже, то есть мы так вот прищурились и попробовали представить эту крону как какое-то абстрактное пятно, не знаю, как континент какой-то, ну вот как-то вот так вот ее и представили. В конце концов, ничего страшного, если немножко ошибиться, кто хочет, пусть приезжает на локацию и рисует лучше. Так, и осталось у нас буквально два дома, то есть все, как видите, очень просто, главное, чтобы красиво еще потом получилось. Сейчас, башенку, башенку, пока она меня бесит, надо ее завершить. Тут такая маленькая штуковинка сверху и шпиль и шпиль для флага. Так, и дом. И вот я понимаю, что сейчас они когда больше, оптимальный момент, чтобы нарисовать вот эту вот горизонталь. Кто не был в Выборге, сообщаю, это мост. потому что он, конечно, тут как-то так странновато эту всю красоту нарушает, но игнорировать его тоже нельзя. Сейчас все-таки я соображу, как он тут идет. Здесь он идет, наверное, вот так вот. Да, здесь дерево в него опирается. Вот. Значит, здесь надо собрать всю волю в кулак и нарисовать эту линию максимально горизонтально. Потому что все-таки как ни странно, она, ну, можно сказать, совпадает с нашим горизонтом, да. Кстати, я пока еще ни разу не говорила про линию горизонта. В целом, наверное, это более важно, когда мы стоим перед каким-то домом, перед каким-то объектом. Здесь у нас картинка достаточно далеко, мы находимся на противоположном берегу, да, и мы не забываем, что линия горизонта это линия наших глаз, поэтому примерно она, по моим ощущениям, она как раз совпадает с плоскостью моста. Но в данном случае, поскольку картинка от нас достаточно далеко, то мы нигде практически не видим этих перспективных, так сказать, искажений, тем, опять же, легче. Мы просто вот воспринимаем эту картинку как некий, ну, такой плоский пазл, который мы потом сделаем не плоским, просто благодаря цвету. так, и вот теперь над мостом у нас вот здесь вот вот эту часть обозначаем, что она у нас гранитная, да, обшита гранитом. Пока мы просто обозначим вот эту горизонталь, просто чтобы не забыть, что здесь у нас мост. Причем он такой какой-то, ну, честно скажу, не очень эстетичный, просто мост и мост, в общем, такой скорее функциональный. А здесь перед мостом у нас идет, ну, такая облицовка набережной, что ли, и пристань для лодок. Ну, и как бы не очень это видно. Опять же, мы можем с вами, да, взять на фотографии референси, увеличить и разобраться, что там. Ну, во-первых, зачем, а во-вторых, когда мы находимся, так сказать, в полях, да, рисуем с натуры, мы ничего не можем увеличить. Мы вот стоим на другом берегу реки, и вот что нам не видно, то уже не видно. Это надо принять. Ну, и потом, это не самое главное, поэтому просто делаем какую-то вот, не знаю, абстрактную полосочку. Вот где-то вот тут вот она идет, и все. И пусть она там будет. Так, значит, обозначили этот мост, разобрались. Все-таки тут у нас как-то ее немножко повисло, поэтому мы ее так чуть-чуть сюда продлим. Так, теперь, значит, дом. Бум-бум-бум, на что он у нас похож по ширине? Да ни на что. Вот так вот. Поэтому просто придется по ощущениям его нарисовать. Значит, смотрим границу кровли, вот эту, ну, между плоскостью самого дома и крышей. по этому уровню он у нас ниже, чем вот эта наша стеночка, да? Ну, не намного. Ну, где-то вот так вот и рисуем. Да? Что-то хочется еще пониже ее взять. Ну, по ширине, ладно, давайте так и быть. Померим, как настоящие художники. Вот эта стена пошире, чем вот эта. Смотрим, на что она похожа. Ну, она явно уже, вот эта стена, но явно шире, чем вот эта. Ну, где-то вот так вот и берем, вот где-то вот столечко. Опять же, по ощущениям. Главное, чтобы в итоге, когда мы смотрели на эту панораму, у нас не получилось, что там этот дом слишком располз, или он слишком низкий, или слишком какой-то высокий, то есть он какой-то вот такой. Дальше. Опять же, в силу того, что, как я уже сказала, мы находимся на другом берегу, далеко, у нас все линии, как сказать, перспективы, точек схода, да, они у нас, в принципе, все схлопываются. То есть, по-хорошему, здесь, наверное, должен быть угол, и глаз его хочет нарисовать. Но, поскольку мы достаточно далеко, а горизонт достаточно близко, то можно это вообще изобразить как прямую и не париться. Либо задать очень-очень такой небольшой тупой угол, прям вообще небольшой. По-моему, все-таки я его длинновато сделала, да? Да или нет? Не знаю. Покороче хочу. Опять же, наше дело скетчерское, да? Нам не обязательно делать точную фотографическую копию натуры, для этого есть фотоаппараты. Вот. А у нас, так сказать, передать впечатление и восторг. Поэтому, ну, вот как-то так. Все равно, мне кажется, каким-то длинным. Ладно, давайте еще сократим. Именно вот я смотрю на эту часть, и она, мне кажется, какой-то просто непропорционально длине. Так, ну, давай вот здесь вот сделаем. Да? Ну, наверное, да. Наверное, да. Тут еще, видите, есть цель все-таки уместиться до границы листа. Не совсем бегством уже тут спасаться. поэтому лучше немножко пренебречь. Так, вот у нас получилась эта стена дома. И у нас здесь еще торчит кусок, ну, если не крепостной стены, то какого-то точно сооружения, которое идет так, ну, если смотреть сверху, вот таким полукругом. Поэтому нам немножко эту полукружность надо бы передать. хотя здесь, глядя на эту фотографию, это не очень видно, но поверьте. И оно, главное, очень так хорошо смотрится. Поэтому, так, это полукружье у нас начинается где-то выше дома. И где-то так вот раз и уходит туда, куда-то вдаль. Ага, здесь уже, опять же, поверхность земли у нас нарисовывается. Да? Да. И выходит она, ну, примерно наполовину вот этой стены дома. Опять же, да, если мы воспринимаем всю эту картинку как абстрактный, такой абстрактный калаш из каких-то геометрических фигур, то мы смотрим, что вот эта часть, она всего лишь примерно наполовину дома торчит. Поэтому я тут очень широко взяла. Ну, давайте, опять же, для красоты возьмем чуть больше. Потому что она красивая. потому что, опять же, кому хочется, пусть приезжает Выборг ищет эту точку и спорит с нами, что стена здесь торчит намного меньше или больше. Так, кровля. Значит, опять же, поскольку эта стена смотрит не фронтально на нас, а немножко вот так под углом, да, то и кровля, соответственно, ну, вот эта вот серединка, она будет не здесь, а вот где-то, ну, вот тут вот. То есть, опять же, всегда можем, глядя на наш объект или на референс, если мы рисуем с референса, взять и вот так вот цинично провести вертикаль вниз и понять, от вершины кровли, да, от вершины крыши, от этого уголочка, провести вниз и понять, что этот перпендикуляр оказывается не в середине вот этой плоскости, а вообще где-то на одной трети. Ну, вот примерно так можно себе помогать. То есть, где-то, где-то треть, тут где-то вот так вот и вот у нас эта кровля нарисовалась. Единственное, что, обратите внимание, здесь вершинка, это не острая такая треугольная вершина, да, а вот такая какая-то плоскость и она наверняка параллельна на линии кровли вот здесь снизу. Оп! Похоже? Похоже. Эта часть кровли очень похожа на горизонтальную, поэтому где-то так ее и ведем. Куда-то вот туда и где... Так, а я все-таки ее как-то не так веду. И куда-то она так раз и уходит туда в Иву. И здесь вообще какая-то крайне непонятная конструкция. Я пыталась вспомнить, ну, глядя на фотографию, она мне кажется очень какой-то нелогичной, что эта крыша куда-то задирается вверх. Ну, возможно, так и есть. И опять же, уже, поскольку мы с вами в студии, да, уже не зайти куда-то там в правее или левее, чтобы проверить, что там на самом деле. На самом деле, я когда рисую в полях, и мне вот непонятно, какое это построение, а объект относительно недалеко, я, конечно, не ленюсь, встаю и заглядываю так немножко правее, немножко левее, чтобы разобраться, что там. Вот, в данном случае мы просто доверяемся, опять же, нашему восприятию объекта как какого-то набора, не знаю, плоских фигур геометрических. Поэтому где-то здесь, значит, да, смотрим вот на эту кровлю нашего переднего как бы домика. Да, ну-ка, сейчас мы вот так все-таки усилим. Тут, тут опять же, мы не видим низа, потому что что-то там такое навороченное, не знаю, какие-то, может, машины едут по мосту, мы как-то так примерненько обозначим. Тут еще немножко скажу все-таки, так, где-то вот тут, вот, вот, тут, вот, у нас идет край нашей вот этой крыши от крепостной стены. Как мне все-таки хочется ее побольше выделить. Давайте еще чуть-чуть. Дарю, дарю 3 миллиметра. Ну, вы сами смотрите, хотите ли вы? Тут прям красивый, красивый кусочек. Господи, я думаю про какой-то кусочек, который на самом периферии. Ну, так тоже бывает, в конце концов, мое такое желание. Так, здесь, значит, у нас идет такая плоская, плоский угол. Ну, куда-то вот так вот, как-то, как мы уже выяснили, нелогично идет вот эта стена. И пусть идет. И здесь тоже опять какие-то кущи. Все. Так, теперь давайте продлим наш техногенный мост. Ну, не техногенный, по крайней мере, какое-то инженерное сооружение. И современное главное. Да? Может быть, даже мы и не будем так его сильно акцентировать. Он у нас не главный. Лодки тоже не будем рисовать, это мы тут просто закопаемся совершенно точно. Чуть-чуть наметим, возможно, нам понадобится, хотя, конечно, по этой фотографии не очень четко, что тут с отражениями. Ну, как-то вот примерно явно читается граница чего-то от дерева. Тут от дома немножко, не знаю. Понадобится нам, не понадобится, пока наметим. Нам уже не сложно. Чтобы уже, так сказать, два раза не вставать. Так. Ну что? Что забыли? Смотрим. Ничего не забыли, как ни странно. Удивительные дела. А, вот тут вот давайте полосочку проведем. Да? Так. Здесь тоже кладочка у нас идет примерно посередине дома. она хорошая. Вообще у меня лично, мой личный, так сказать, какой-то, моя личная слабость это вот всякие фактуры. Поэтому везде, где есть какие-то кладочки, какие-то обрушившиеся кирпичи, какие-то ржавые кровли, это вот вся моя история. Здесь, к счастью, на этой картинке у нас есть все. Кроме, не знаю, дерева, пожалуй. Дерева в смысле как материала. Так, ну, вроде все. Получается у нас с карандашной частью мы практически завершили. Всякие мелочи типа окошек и труп мы ими займемся чуть позже. Сейчас еще раз вернемся к куполу. Все-таки он важен вообще-то. Значит, во-первых, смотрим, что у нас здесь на вот этом стыке, где призма шестиугольная ложится на призму четырехугольную, вот в этих местах, да, у нас идут как бы тоже кровли. Ну, как-то вот потом мы с них решим. Главное, просто не забыть, что они у нас есть, да. Так, тут у нас вот этот уголочек. Сейчас просто какие-то последние проверочки. Дальше помним, что раз у нас шестиугольник и раз эта плоскость находится над уровнем горизонта нашего взгляда, то понятно, что надо немножко чуть-чуть, но все-таки показать это искажение в перспективе. То есть здесь стеночка уйдет немножко вбок вниз сюда, а здесь вбок вниз сюда. Чуть-чуть буквально прям не пересаливаем. Потому что, как ни странно, так сказать, в начале моих пленерных опытов я всегда я не понимаю почему, но мне всегда хотелось усилить эллипсы вот этих башен, то есть нарисовать их намного круглее. А потом выясняется, что это смоться не совсем естественно. И как ни странно, когда объект далеко, когда он не очень крупный, когда мы не вот так вот смотрим на эту башню, то действительно все эти эллипсы они схлопываются практически в прямые линии. И даже вообще не грех нарисовать их почти прямыми. рука у вас так или иначе скорее всего все равно их немножко скруглит, плюс мы за счет тонов и цвета все равно передадим эту округлость, так что не переживайте. Так, опять же смотрим, поскольку мы смотрим на эту башню не фронтально вот этой центральной плоскости, она у нас как бы немножечко вот так вот отвернута, немножко мы так с одной щечки смотрим, то соответственно вот эта сторона у нас поуже, а вот эти две раскрываются пошире. Ну вот как-то это и надо постараться передать, посмотреть где идут изломы этих линий, которые отвечают за плоскости на куполе. как-то вот вот тут вообще они даже почти равны. Где-то так рисуем. То есть вот это расстояние визуально я делю пополам и оно у меня будет подсказкой где эти плоскости как они делятся. Так значит после того как вроде бы мы еще раз смотрю ничего ли я не забыла. да не договорила мысль после того как мы вроде бы так обозначили основные объекты мы такую делаем проверочку как уходя из дома да все ли у нас тут все ли сошлось есть ли у нас ощущение что мы нарисовали именно то что видим в натуре прошу прощения временно так оп смотрю да нет у меня ощущения что это какая-то другая картинка все вроде бы в такой же пропорции разлеглось по бумаге вы тоже проверите как у вас потому что если скажем так что-то незначительно убежало то бог с ним а если вы все-таки понимаете что у вас вот этот дом как-то расширился или башня слишком высокая или здесь что-то напутано лучше попробуйте пока более-менее свежо подкорректировать ну вот так так тут какая-то там зеленушечка торчит хочу ли я ее видеть нет не хочу это уже какой-то дальний план да все мозг куда-то тоже ушел ну в целом в том что касается карандашной части да можно считать что мы завершили вот вроде бы не вижу я что еще тут сказать его наш так 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 тут тоже какой-то идет мостик или переход знаете что я пока подумаю буду ли я его рисовать потому что кстати важный момент когда вы смотрите на натуру по-хорошему чем лучше вы передадите все-все-все ее нюансы тем более как бы получается точным и реалистичным будет ваше изображение но фишка в том что не всегда все от нас требуется передавать то есть на что-то можно закрыть глаза почему во-первых оно может быть неважным во-вторых оно может быть именно на рисунке непонятным здесь на фотографии мы понимаем что там что-то такое вот не знаю то ли леса то ли какой-то мостик то ли еще что-то но дело в том что если мы это нарисуем на бумаге то будет ощущение что это непонятно что и зрителю который будет смотреть не на фотографию а на рисунок Вот это непонятно что, оно не нужно Поэтому пока не будем это делать Это касается иногда каких-то окошек, каких-то там деталюшек Каких-то, не знаю, там столбов там ненужных Вот, так, еще знаете что? Вижу здесь прекрасно, почему-то мне прям хочется их нарисовать Я думаю, что мы их точно покажем В том числе, как некое смешение старины и современности Помимо этого моста здесь идут такие тоненькие фонарики Но мы их оставим на сладкое, скорее всего Если у меня будет такое настроение Все, значит с карандашной частью мы завершили Готовимся к цвету